В Беларуси говорилось с Россией о поставке системы ПВО, а теперь он с системой ракетами будет шары сбивать. Прикольно. И белорусы, после разговора Лукашенко с Путиным, заявлено, что белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса. То есть теперь на них будут опыты проводить на белорусах. То есть я бы не рекомендовал белорусам под эту путинскую вакцину. Да, причем путинские всякие Песковы заявили, что он будет пока находиться в изоляции Путин. Да, пока в карантине он там будет находиться. А как же эта вакцина? Вроде вакцину забрели, должен был себе первому вколоть и начать бегать кругом. А он ведь себя травить не хочет. Он хочет травить Навального и нас с вами. Вячеслав, как вы относитесь к версии, что события в Беларуси организованы Кремлем с целью подмять Петя Лукашенко? Никак, очень смешно. Даже если вначале, может быть, Путин хотел там всяких своих там каких-то бабарик просунуть, да, то потом уже все вышло из-под контроля. Вы же понимаете, народ нельзя купить. Можно продать. И такие, как Лукашенко и Путин, продают свои народы. Но народ купить нельзя, понимаете. Потрясающая вот такая ситуация, да, парадоксальная. Можно продать, но нельзя купить. Поэтому, я думаю, что идея это не выдерживает никакой критики. Вот произошел инцитент с территории Литвы. Якобы летели какие-то воздушные шары, и на них был растянут флаг белый с красным. То есть флаг, который признает оппозиция Белоруссии. Подняли вертолет Ми-24, эти летчики расстреляли, значит, эти шары. Литовцы заявляют, что на их территории это сделали, что шарф там у них упал. Белорусы говорят, что они не нарушали. Ну, это знаете, как у меня дочка совсем маленькая, когда была там крохотная, Варька, я имею в виду, на свой день рождения. Она смотрит, все сидят такие, ну, взрослые всегда не знают, что делать на дне рождения у ребенка. А еще такой момент был там интересный, ну, не буду рассказывать. И смотрит, все такие застыли, как в ревизоре. Она говорит, давайте веселиться с шарами. Вот Лукашенко, видите, веселится с шарами. Причем это не первое веселье с шарами. Помните, в 95-м году, в сентябре месяца, также повеселились с шарами. Ми-24 сбил воздушный шар, на котором были два американца. Один из них Джон Стюарт Джервис, который прошел Вторую мировую войну, ему 68 лет было, выжил во Вьетнаме, был сбит в Египте. Представляете, там упал в 56-м году. И вот тут в Белоруссии не удалось ему выжить. Ми-24 сбил его и его коллегу, воздухоплавателя Алана Френкеля. И вот они там даже местечко есть в Белоруссии, какой-то камешек поставили. Лукашенко мог бы поставить какой-то обелиск, чтобы напоминать об этом событии, да, чтобы такое событие не повторилось. Ну, видите, очень любит он с шарами веселиться. И сейчас опять Ми-24, опять шары, опять стреляют. Жуть какая-то. Прислали мне, просят проконсультировать. На данный момент банки покупают валюту существенно дороже курса, установленного по результатам торгов Белорусского банка. Это значит, что на торгах не был удовлетворен спрос на валюту, а курс был установлен по указке властей, ну и так далее. И спрашивают, когда там будет дефолт в Белоруссии. Ну, дефолт не будет пока в Белоруссии. Понятно, по каким причинам. Потому что есть... Что такое дефолт? Это невозможность платить по долгам. Есть Россия, которая уже нормально договорилась с Лукашенко. И Китай. Так что дефолта не будет. Конечно, зайчик этот рубль белорусский будет падать. Я думаю, что его сейчас будут накачивать путинские. Им выгодно его накачивать, да? Чтобы держать формально на более-менее серьезном уровне. То есть, если вы вздумаете играть на Форексе, то можете проиграть. Потому что путинцы будут его накачивать, накачивать. И рухнет он мгновенно. Почему? Потому что его Путин и обвалит. То есть, он накупит этих белорусских зайцев, белорусских рублей. А потом выкинет их на рынок. Тогда, именно когда революция победит или будет побеждать. То есть, еще один из козырей в рукаве Путина – это возможность обрушить финансовую систему Белоруссии. И очень легко обрушить. Поэтому следите. То есть, если вы хотите выиграть на Форексе, да, следите. Когда революция будет победить, да, тогда все и случится. Форексе Форексе Форекс Форексе Продолжение следует...